Что же, я приветствую всех еще братья. На сегодня я последний прогнозик для вас подготовил, а именно Манель Капе против Раджерио Бонтарина. В общем, один из интереснейших противостояний этого карда, по моему мнению, Манель Капе здоровый, огромный для данной весовой категории, имеет тяжелейший панч, которым он, кстати, и снес жалгаза. Бонтарин более сбалансированный боец, обладающий очень неплохой борьбой, и действительно долго я думал по данному противостоянию, долго размышлял, да, но в нокаут падает, и вот с Кайкером Францем поединок вспоминается, да, если хорошо приложиться, Бонтарин пропускает, с Ройволом он пропускал, но Брэндон Ройвол не имел столь нокаутирующей мощи, да, какая опасность здесь для Капе, ну, это борьба Бонтарина, да, но я думаю, что в принципе, в целом, если так поразмыслить, от защищаться Капе может в первом раунде, по крайней мере, да, по моему мнению, от защищаться может, и хорошо как-то на противоходе, возможно, или самому поджимая Бонтарина попасть. В общем, сильно долго не хочу ходить так вокруг да около, да, я уже много нахвалил Манеля Капы, да, все-таки-то чистую победу, думаю, не имеет смысла забирать 1.5, коэффициент не тот, который, скажем, меня привлекает, да, а вот попробовать Бонтарина нокаутом, техническим нокаутом, да, за коэффициент 2.7, вот это вот уже интересно. Действительно, Манеля Капы взять, то, что он именно так победит, да, просто по-другому я не вижу победу Манеля Капы, я думаю, что все-таки мощный панч он донесет, и Бонтарин таки упадет. Опять-таки, мое мнение по данному противостоянию, что ж, а там посмотрим, как будет. Да, опасненько, чуть-чуть риски есть, но думаю, Манель Капы должен проходить Роджерио Бонтарина. У меня на этом все, до новых прогнозов, до новых встреч. Роджерио Бонтарина